Обсудим далее эту тему с Дмитрием Чубенко, спикером Харьковской областной прокуратуры. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Дмитрий, вот как продолжается работа в расследовании преступлений российской армии в Харьковской области? Есть ли новые случаи, новые факты, доказательств их преступлений российской армии? Что касается тех пыток и убийств, которые уже были совершены, они уже задокументированы, все люди, которые желали сообщить об этих преступлениях, они эту информацию сообщили, то есть сейчас мы не видим наплыва новых заявлений про подобные совершенные преступления. Единственное, что на данный момент не все жители территории, которые были оккупированы, еще вернулись туда, кто-то находится в Европе, кто-то находится в других областях, поэтому мы не исключаем новых заявлений, новой информации о подобных преступлениях в будущем, но, как я уже сказал ранее, каких-то массовых заявлений мы не ожидаем, потому что, в принципе, в основном подвергались пыткам и издевательствам люди, которые находились в оккупации, которые, собственно, после деоккупации там же и остались, то есть они в момент захода правоохранительных органов и вооруженных сил Украины находились, собственно, там и информировали про те преступления, которые были там. Скажите, а есть ли на сегодняшний день какие-то предварительные хотя бы цифры, сколько гражданских и военных в Харьковской области были казнены российскими оккупантами? Ну, что касается пыток, то, как вы уже сказали ранее, около 30-ти пыточных, более массовых, было выявлено после деоккупации Харьковской области, части территории. Но, собственно, военные, в принципе, совершали пытки, издевательства, допросы самовольные в десятках мест. Это и блокпосты, и дома, то есть не всегда людей вывозили в те места, где их пытали массово. Эти пытки были на улицах и в каких-то временных зданиях, где работали различные органы, правоохранительные, оккупационные, военные органы, военной полиции, комендатур, военно-гражданских администраций. То есть, в принципе, никто не церемонился и не вел какие-то законные следственные действия или какие-то законные мероприятия. Пыткам могли подвергаться все, никто не составлял по этому поводу документов. Людей просто задавали вопросы, били их, куда-то вывозили, привозили на основании каких-либо вымышленных подозрений и никаких процессуальных документов по этому поводу не составлялось. Поэтому документирование таких преступлений, собственно, и затруднено тем, что многие люди понимают, что установить, либо же там сейчас задержать этих военных преступников не удастся. И они не всегда желают сообщать эту информацию, которая, ну, их основа ведет в это состояние негативное. Поэтому не все жители про эти пытки сообщают. Ну, если вернуться вот к этим казням, которые были совершены, казням и мирных граждан украинских и военных, с точки зрения расследований вот этих вот фактов, какие факты, какие свидетельства считаются основанием для того, чтобы было там задокументировано и считалось, что вот это была именно совершена казнь? То есть, возможно, какие-то свидетельства есть у мирных жителей, опять-таки? Возможно, еще какие-то факты? Ну, как все понимают, работа правоохранительных органов Украины на этой территории временно была невозможна в силу оккупации. И, соответственно, доступа правосудия и следственных прокурорских органов там тоже не было. Поэтому вся информация, которая устанавливается по военным преступлениям, она устанавливается по показаниям свидетелей, по тем документам, которые были оставлены во время того, как все органы оккупационные убегали с этой территории. Это информация от допрошенных, задержанных, русских военнопленных. Несколько приговоров, кстати, в нашем регионе есть именно по членам частной военной компании. Это, кажется, редут и еще одна, которые, собственно, осуществляли пытки людей в яме, кажется, в Боровой это было. И они там пытали гражданских, военных, за что, собственно, были осуждены при наличии доказательной базы. То есть мы, как гуманная демократическая страна, не строим свои обвинения лишь на собственных доводах. Прокуроры собирают по каждому негодяю, какое бы преступление он не совершил, доказательную базу. И лишь при наличии реальных доказательных, к сожалению, мы можем сообщать подозрения и, собственно, передавать дело в суд. Потому что, ну, как я уже сказал, не можем мы аргументировать свою позицию лишь на основании наших слов. Нам нужны еще доказательства, которые очень часто тяжело достать или же вообще невозможно достать. Да, и на это уходит огромное количество времени. Вот о нем. Есть ли понимание, сколько его понадобится для того, чтобы расследовать все преступления российских оккупантов, которые они совершили во время оккупации Харьковской области? Ну, вот эти вот военные преступления, преступления против мира, человечества, они не имеют сроков давности. Поэтому, собственно, они будут расследоваться до тех пор и будут открыты до тех пор. Пока не будет установлена истина, не будут установлены те военные преступники, которые совершили эти преступления. Здесь, конечно же, в большей части мы ориентируемся на Международный уголовный суд и на трибунал, поскольку именно решением этого суда будет возможно уже повлиять масштабно и действенно на Российскую Федерацию. Мы понимаем, что вряд ли она, Российская Федерация, Российское руководство будут выдавать этих военных преступников, которые даже при наличии приговора, трибунала будут установлены, что они преступники. Но это единственный действенный законный реальный инструмент, который доступен Украине прокурорам для того, чтобы бороться против России, фиксируя ее преступления и закрывая ежедневно ей, обрубывая ей щупальца, которыми она, собственно, эти преступления совершает. А как, с точки зрения прокуратуры, квалифицируются другие преступления Российской армии, в частности, вот эти обстрелы постоянные, которые происходят в Харькове, Харьковской области, последние вопиющие случаи с селом Гроза и село Коротич, считаются ли они отдельно от преступлений, совершенных во время оккупации этой территории? Все преступления, которые совершаются с российскими военными, так сказать, комбатантами по международному праву, они инкриминируются как нарушение законов и обычаев войны, то, что касается обстрелов гражданской инфраструктуры, и то, что касается нарушений конвенции Женевской, Римского статута. Это касается преступлений, совершенных на оккупированной территории по отношению к гражданскому населению. Это такие преступления, как мародерство, пытки, убийство, это изнасилование. И именно вот эти преступления, которые я назвал вместе с обстрелами, составляют львиную долю, там 98% всех военных преступлений. Собственно, это там 5-7 основных направлений, по которым прокуроры документируют эти военные преступления. По украинскому законодательству это инкриминируется по 438 статье. Это нарушение законов и обычаев войны, именно за введение агрессивной войны и преступлений против гражданских, что именно является нарушением международных уставов. Именно эти преступления, нарушение законов и обычаев войны будут рассматриваться в трибунале. То есть мы не говорим о том, что Путин и его сторонники являются военными преступниками из-за того, что они, в принципе, ведут войну. Потому что введение войны, к сожалению, оно регламентировано и, можно сказать, в какой-то степени допустимо со стороны одной страны к другой. Но, в принципе, эта война, она должна быть адекватна, гуманна к гражданским, не нарушая определенных принципов. А Россия ведет войну свою, агрессивную, убивая гражданских, пытая их, перемещая людей без их желания и воли, что, собственно, тоже является военным преступлением. Вывозя детей с оккупированных территорий под предлогами, хитростями, насильно. Как десятки ситуаций, когда у родителей забирали детей якобы в детский лагерь во время активных боевых действий, это в прошлом году. И до сих пор множество этих детей не вернулось, потому что Россия не желает их отдавать. Либо же говорит родителям, ну, приезжайте, забирайте. А родители такой возможности не имеют. То есть вот это, в том числе, состоят военные преступления России. О детях хочу вас спросить дальше. Около 600 гражданских жителей Запорожской области числятся пропавшими без вести или находятся в плену. Об этом говорит начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, среди них есть и дети. Что известно о таких случаях в Фарьковской области? Отправляли ли на подвалы детей российские оккупанты? Применялись ли к ним пытки? Ну, что касается детей, около 100 детей еще находятся в подвешенном состоянии. То есть у них, у родителей есть контакт с ними, но их не могут забрать в силу определенных обстоятельств. Это либо же то, что на Россию под какими-то предлогами наличия официальных каких-то документов, в которых нет родителей в данный момент, которые они либо выдумали сами, либо которые сейчас невозможно получить со стороны Российской Федерации. Но они их требуют для того, чтобы отдать ребенка. То есть они якобы не против, но дайте нам вот эту вот бумажку, которую невозможно сейчас оформить. Либо же ее оформление, там, необходимо наличие матери или отца, а они погибли, либо их, ну, они погибли до полномасштабного вторжения, только за ним ухаживала бабушка, за этим ребенком, например. Или же этот ребенок был без близких родственников, его опекунами были какие-то там тети и дяди, которые не имеют прямого родственной связи между ними. То есть вот в этом сейчас по детям заключается основная загвоздка и проблема. Спасибо вам, Дмитрий. Со спикером Харьковской областной прокуратуры Дмитрием Чубенко говорили о преступлениях российских оккупантов на Харьковщине и о том, как они расследуются. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.